Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Достижения в сфере развития села Насколько действенны предлагаемые меры Об этом мы сегодня говорим в нашей студии У нас в гостях Александр Мерзлов Профессор Российского государственного аграрного университета Имени Тимирязева Здравствуйте Елена Тюрина, директор института аграрного маркетинга Здравствуйте Сергей Доронин, заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам И Андрей Гуськов, председатель российского переселенческого движения Здравствуйте, господа Спасибо, что пришли На нашем сайте rbctv.ru Проводится традиционный опрос для наших зрителей Голосование пока продолжается Мы сегодня спрашиваем наших зрителей Смогли бы вы жить и работать в деревне? Несколько вариантов ответа Категорически нет Да, при наличии условий Деревня для тех, кто там родился И я уже там живу Нам было даже интересно Вот, собственно, сколько, допустим, наших зрителей Ответит на вопрос Я уже там живу, да? Кстати, не очень мало 13% ответили Я уже там живу Это очень приятно Категорически нет, сказали почти 18% Подавляющее большинство, 61,5% Сказал, да, при наличии условий Что, в общем, тоже Очень отрадный, по-моему, результат Посмотрим, какими будут результаты Когда мы заканчивать будем беседу в студии Ну вот пока Значит, первый вопрос Как вы оцениваете сегодняшнее состояние российской деревни? Мы давайте определим отправную точку, собственно говоря Потом уже будем говорить Насколько реальна реализация предложенной программы На ваш взгляд Ну давайте, кто начнет? Мы по часовой стрелке или против? Хорошо Если кратко Вот на наш взгляд Несмотря на видимые успехи в области сельского хозяйства К сожалению, ситуация социальная На селе продолжает оставаться очень серьезной Если не сказать, кризисной А какие успехи тогда можно отметить? Извините, что я вас сразу перебиваю В области сельского хозяйства действительно есть определенная Но нет прямой взаимосвязи между успехами в области аграрного производства Особенно индустриального аграрного производства И жизнью людей на селе Это можно отметить, констатировать Я бы, наверное, хотела сказать так Что, в общем-то, учитывая Что, учитывая, так сказать, масштабы нашей страны Ситуация абсолютно разная В общем-то, в разных регионах То есть, если мы посмотрим центр То здесь и более активно, так сказать, растет производство И условия жизни лучше на селе Почему? Потому что здесь расположены крупные агрохолдинги Сюда идут инвестиции И, так сказать, именно здесь созданы, в общем-то, рабочие места То есть, в общем-то, можно разделить на центр, центральную часть То есть, это прежде всего Черноземье Юг, отчасти Урал И вот если уже посмотреть сибирские регионы Алтайский край, да, Хабаровск Там, конечно, совершенно другая ситуация И условия жизни, и условия развития сельского хозяйства Абсолютно разные в этих регионах Ну, действительно, в зависимости от климатических условий Состояние сельскохозяйственной отрасли, оно везде разное В южных районах России Там, действительно, динамично развивается сельское хозяйство И вкладываются огромные деньги, инвестиции в развитие сельскохозяйственной отрасли Ну, в центральном районе более-менее ситуация А вот в сложных климатических условиях, в зонах Там, конечно же, сельское хозяйство Терпит серьезные и убытки И, ну, бедствия Там, натуральное бедствие Настоящее и в социальном плане И в экономическом Извините, ради вас Значит, во-первых, сразу уточнение Что то, что вкладываются огромные средства Это еще не показатель, что от них отдача есть Это раз А во-вторых, учитывая, какой у нас Вот этот юг, да, черноземный край Богатый Можно ли сказать, что сегодня, допустим, он работает в сфере сельского хозяйства С той отдачей, какую следовало бы от него ждать Ну, я думаю, что действительно там сегодня идет серьезная прибыльность Сельскохозяйственной отрасли И климатические условия тому как бы способствуют, да И урожайность там достаточно высокая И вообще плодородие, оно позволяет Ну, там палку ткня, она растет, оно, собственно, потому и... Сельскохозяйственный бизнес там развивается, можно констатировать Но если брать среднюю температуру по больнице То сельскохозяйственная отрасль у нас в России сегодня находится в упадке В кризисе, в серьезном И кризис этот системный По причине того, что Те деньги, которые выделяют на поддержку сельского хозяйства Они ничтожно малы Вот для сравнения Я всегда такой пример привожу Допустим, соседняя с нами Белоруссия 24% от бюджета государственного Выделяется на село Евросоюз 33% от бюджета на село Выделяется в Соединенные Штаты Америки Более там 20% А у нас в бюджете 2013 года Цифра заложена 1,5 или 1,8% от бюджета Вот о каком развитии сельскохозяйственной отрасли Говорить можно в этом случае И вот эти цифры 90 миллиардов Которые сегодня выделены По программе социальное развитие села Вот смотрите, сегодня на селе проживает Где-то порядка 40 миллионов человек Поделите эту цифру И у вас получится 2,5 тысячи рублей На каждого жителя на 7 лет Ну это примерно 350 рублей Можно ли говорить о каком-то развитии В социальном при вот таких цифрах Да, я прежде чем вам предоставлю слово У меня просто небольшой комментарий Потому что допустим Вот приходят специалисты По сельскому хозяйству Аграрии говорят Ничтожно, мало выделяется из бюджета Приходят представители медицинской И фармацевтической отрасли Говорят, неприлично мало выделяется А это главное Приходят представители образования Говорят, да денег же нет Посмотрите, сколько выделяется из бюджета Я искренне не понимаю Куда тогда идут деньги Вы уж меня извините Я вообще не понимаю Но дело в том Что при этом, при всем Даже то, что выделяется Мне не очень понятно на что Вот честное слово Куда оно потом все уходит Тот профицит, который мы получаем На протяжении многих лет И об этом говорят специалисты Многие экономисты Мы, к сожалению, складываем Вот этот стабилизационный фонд Который у нас сегодня находится За пределами Российской Федерации И прекрасно себя чувствует Да, и великолепно себя чувствует И вот с этого мы пытаемся собрать Какие-то купоны, проценты Хотя все говорят Многие, большинство экономистов Говорят, что деньги эти Надо вкладывать в экономику Реальный сектор Андрей Российское переселенческое движение Оно звучит даже Куда переселяемся? Мы полагаем, что пришло время То есть нам заняться Одним из самых важнейших Своих национальных богатств Это нашей плодородной землей Ибо мы научно знаем Что все наши плодородные земли Составляют 25% площади России И по запасам Именно, как мы называем Гумуса, чернозема То есть мы обладаем Примерно минимально Это 1,5 мировых запасов То, откуда все произрастает Поэтому, в принципе, теоретически Мы потенциально готовы кормить Каждого пятого человека в мире Потенциально Полтора миллиарда человек Это цифра, которая подтверждена Уже экспертами ООН Это что вы в состоянии это сделать Что сегодня происходит? Сегодня у нас весь оборот Сельской экономики А это фермерский уровень сырье И перерабатывающая промышленность Составляет, включая экспортные и экспортные операции Составляет цифру 155 миллиардов долларов Из которых 40 миллиардов Это оборот фермерского уровня 70 миллиардов Это оборот перерабатывающей промышленности 35 миллиардов мы завозим по импорту То есть нам не хватает продовольствия 5 лет назад у нас было 50 миллиардов Стало чуть поменьше И 10 миллиардов мы экспортируем То есть при этом мы совершенно делаем Достаточно безумные вещи То есть мы экспортируем зерна на 6 миллиардов При этом если бы зерно прокормить свой скот То по сырью бы это уже стоило 60 миллиардов долларов А если ее переработать То это было бы еще 120 оборотов То есть вместо 6 То есть вместо 180 миллиардов Мы по сути получаем 6 миллиардов Которые тонкими ручейками растекаются внутри страны Поэтому потенциал страны Внутренняя потребность продовольствия Только России Минимальная не 155 То есть 200 миллиардов Мы должны физиологически есть на эту сумму Чтобы качественное было сырье Продовольствие Это с 300 миллиардов А объем экспорта продовольствия из России Если мы свою поднимем в землю И сделаем ее хотя бы в половину уровня технологичности Что есть в Германии Для примера То тогда она позволит нам экспортировать продовольствие На цифру Вот теперь не упадите От 700 миллиардов долларов в год Ну то есть мы себя не кормим категорически Это объем экспорта нефти и газа Из России ежегодно Это же более чем объем экспорта То есть это совершенно будет другая страна Другая экономика Поэтому этот потенциал сейчас зарыт землю Для того чтобы он заработал Надо вкладывать безусловно А мне нужно в инвестиции Вот вопрос я хотела Андрея спросить Вот вы знаете сколько нужно вложить сегодня в землю Для того чтобы мы смогли экспортировать Потому что у нас она уходит не в землю в основном А в воздух В том то и дело что она уходит сверху А до земли она все равно не доходит И кроме всего прочего Есть еще масса проблем нерешенных Так сказать частного низового уровня Люди разучились работать на земле Потому что отбивали десятилетиями И охоту и умения Тех кто умел уже давно и нет Соответственно это просто нет навыка У нас в деревнях коров не держат Давайте как-то начнем даже с этого Даже лично для себя Поэтому решать надо действительно Наверное каким-то созданием Нового этноса сельского А это очень непростая задача Учитывая в каком состоянии инфраструктурном Чудовищном находится большинство сельских районов Знаете коллеги В 2006 году когда Дмитрий Анатольевич Медведев Еще будучи премьером Провозгласил реализацию национального проекта И подождите президента Или премьера В 2006 году В 2006 премьер Первый раз премьера Видите национальный проект развития АПК Тогда ведь в принципе стартануло сотни тысяч предприятий Достаточно успешно И мы вложили серьезные деньги Но это был мизер Надо было поддерживать Вот это вливание инвестиционное Давать какие-то возможности сельхозпредприятиям И увеличивать сроки кредитования Потому что дали на 8 лет кредиты И в принципе при низкой рентабельности А сельскохозяйственная отрасль Это низкорентабельный бизнес Вообще-то да Вот Необходимо было увеличивать сроки кредитования О чем мы сегодня на уровне Государственной Думы говорим И вот я пользуюсь возможностью С трибуны Государственной Думы Всегда говорю о том Что вот есть сегодня предприятия Которые действительно вложили серьезные деньги Получили кредиты Им надо увеличивать сроки инвестирования Вы имеете ввиду крупные предприятия И крупные, и средние, и фермерские хозяйства Вот что касается средних и фермерских Я очень хорошо помню визит к нам главы Росельхозбанка Который рассказывал, как они, значит, стартанули с финансированием Именно малого бизнеса сельского И цифры были внушительные в процентах Если не учитывать, на самом деле, что стартанули с нуля Вот если подумать, что с нуля Тогда получается ничтожно мало А это значит, что и потребность невинника И банки неохотно дают Потому что система не развита пока совершенно Здесь проблема в земле Именно в том, что земля сегодня В общем-то Именно в том, что земля сегодня В общем-то у нас не может быть залоговой базой Это первый момент И второй момент достаточно важный Что объемы земли, которые сегодня В общем-то имеются у фермеров Очень малы для того, чтобы банки Брали их в залоги То есть это проблема, которая сегодня существует То есть, в общем-то, можно говорить о том Что крупное предприятие, крупный холдинг Который имеет, так сказать, землю В общем-то, землю в больших объемах Там 20, 30, 40, 50 тысяч гектар Они имеют возможность привлекать инвестиции А мелкое предприятие не имеет такой возможности, к сожалению И доступ к кредитам у нас, в общем-то, сегодня, конечно Более открыт для крупного холдинга Для крупного комплекса А небольшие предприятия вынуждены, так сказать, выживать Уже так, как они могут Александр, мне очень хочется услышать ваше мнение Но нам, к сожалению, надо сейчас уйти на новости И я потом немедленно представлю вам слово Новости на канале РБК Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова